Здравствуйте, друзья! С вами Олег. И сейчас мы рассмотрим награющую большую популярность в последние годы удилища китайского производителя Гуангвэй универсального назначения. Линейка этих удилищ имеет размеры среди самых популярных 2,10 длина, 2,40, 2,70, 3,60 метра и 3,60. Очень востребовано среди любого удилища, выполнено из композитного материала, включающего в себя карбон и стеклопластик. Идет в таком вот индивидуальном чехле с маркировкой всех основных характеристик, а также характеристики нанесены на бланки удилища в виде вот такой наклейки. Удилище собой представляет телескопический снаряд с удобной, стандартной, но хорошо проработанной рукояткой и катушкодержателем. Рукоятка выполнена из пробки, плотно, конструктивно посажена на первое, самое массивное колено удилище. Сделано из хороших материалов качественных. Какие особенности данного удилища? Значит, линейка удилищ называется Apache Navigator. Принадлежность к производителю указывается вот таким товарным знаком. Вот это фирменный знак Goan Way. Они делают много удочек, различных спиннингов, другого снаряжения, а также вот конкретно вот эти удилища. Какие здесь есть особенности? Характеристики удилища этих все проставлены на бланке, легко читаемы. Что мы здесь видим? Данное удилище имеет длину 270 с тестом 50-80 грамм. Стоит подчеркнуть, что 80 грамм здесь написано. Значение верхнего теста, который многими рыболовами иногда случайно, иногда специально превышался, порядка на 10-20 грамм. Так вот, забрасываемый груз общим весом 90-100 грамм, не было подтвержденных случаев поломки этого удилища именно при забросе таких грузов. Что позволяет сделать вывод о довольно ощутимом запасе прочности бланка этих удилищ. Вот мы достали удилище из чехла. Он оборудован также вторым защитным чехлом, который открывает кольца. Вот так вот на липучке здесь крепится. И снял защитный чехольчик, колец, мы имеем собственно удилище в руках. Вот так оно выглядит в сборе, но без чехлов. Как я уже сказал, удилище имеет реальный запас прочности по отношению к тому тесту, который заявлен. И объясняется это следующим. Вот если будет видно. Если это удилище сравнивать с подобными, то в сравнении будет видно, что толщина первого самого массивного бланка. Сейчас я попробую это показать. Если будет видно. Под кольцом видно толщину вот этого бланка. Она бросается в глаза. Ее большая толщина, чем у удилищ, похожих на это конструктивно и даже имеющих похожее обозначение на бланки. Но производимые другими производителями. Здесь уже секрет технологический. В способе плетения карбонового стеканого волокна, в заливке, вот в этих всех материалах технологии. Отсюда напрямую зависят технические характеристики данных удилищ. Бланки, удилища, изготовленные на современном оборудовании, хорошо подогнаны друг к другу и соответствуют конусности каждого колена. Также очень хорошим признаком этого удилища является то, что толщины стенок бланков уменьшаются строго пропорционально их диаметрам. И выходят на последнее колено стюльпаном удилища, который венчает эту всю конструкцию. Если здесь толщина стенки порядка более миллиметра, порядка полутора миллиметра толщина стенки первого бланка, то стенки каждого последующего бланка утончаются. И естественно, соответственно, второй бланк уже имеет стенки в разы тоньше, чем был, например, первое колено. И последнее колено, оно же называется кончик, вывенчанное тюльпаном, имеет самые минимальные толщины и диаметры. И это удилище при нагрузке леской, пропущенной через кольцо, либо же при забросе. Я сейчас не могу этого показать, но ведет оно себя очень хорошо, как в забросе, так и в вываживании рыбы. Как я уже говорил, катушка-движатель здесь стандартный, но довольно надежный, неплохо сделанный. Рукоятка из пробки, на удилище поставлены кольца новой модели, чем была у удилищ Apache Navigator предыдущей серии. Дело в том, что в предыдущей серии кольца были накидные, то есть они представляли собой металлическую обойму с припаянными ножками-держателем собственного кольца, и надеты они были на плею на каждый бланк. Это была не самая лучшая конструкция. Иногда они сдвигались, иногда они снимались, иногда они болтались, и приходилось их клеить, восстанавливать, и были моменты. Сейчас производитель пошел по пути постановки колец на двух ножках. Обойма состоит из трех держателей и обечайки керамического кольца, который сделан специального оксида кремния в виде вставки. Такой вставка стоит, кремниевая, так называемая осик, прямо в этой металлической обойме, и ножки в обе стороны от него расходятся, и примотраны очень прочной ниткой, и залиты специальным составом, специальные акриловые составы наподобие эпоксидных и акриловых смол. Все это выглядит довольно-таки аккуратно, и нареканий в процессе ловли не возникает. Многие этими удилищами уже пользуются не первый, даже не второй год, они уже довольно популярны и известны на рынке, но для тех, кто не знаком с ними, будет очень полезно этот видеокаст. Какие здесь еще особенности? Качество керамических вставок позволяет использовать здесь как лески, так и шнуры, и за несколько лет использования такого удилища в качестве донного фидерного удилища, можно сказать, кольца не получили каких бы то ни было повреждений, то есть ни леска, ни шнур, прорезанного на кольцах обнаружено не было. Также характерно, что здесь используется не просто стальная обечайка колец, либо же стальных втулок на рукоятке, а используется сталь нержавеющая. Мы сейчас это все посмотрим магнитом. Вот магнит как ведет себя к обычной стальной конструкции. Ножницы примагничиваются к нему довольно-таки плотно. Что происходит с магнитом при воздействии на кольца? Кольца магнит абсолютно не берет ни обечайку первого колена, ни конструкцию колец пропускных. Также кольца все расположены на бланке, детали, втулки, кольца, держатели, пропуска, резьбы, также само выполнены из нержавеющей стали, которая не магнитится. Это ни в коем случае не алюминий, это нержавеющая сталь, и здесь будет преимущество такое. Эти удилища позволяют использовать их в соленой морской воде, при ловле кефали, пеленгаса, других морских рыб, а также использование на разных морских рыбалках. Детали удилища не покрываются коррозией, не темнеют от ржавчины, от них ничего не отслаивается, и удилища можно годами использовать в морских рыбалках, без потери его внешнего вида и без потери его качества. На этих удилищах есть ряд особенностей, которые его очень сильно отличают от удилищ других производителей, не Гуангуэ, но которые, пытаясь имитировать это удилище, но сэкономить на производственных затратах, хотят получить на этом большую прибыль и выгоду. Таким образом, они упрощают конструкцию, применяют другие материалы и комплектацию, но оставляют очень похожий внешний вид, такие же самые чехлы, и практически повторяя этими же шрифтами ту информацию, которая имеется здесь. Но в тех случаях, о которых я говорю, производитель, ну скажем так, недостаточно добросовестно, использует в бланках другое плетение. Значит, бланки, соответственно, у них получаются при этих же диаметрах меньших толщин стенок, соответственно, удилище у них получается ощутимо легче, но легче оно ощутимо получается, и при этом в рабочем состоянии мягче, за счет потери жесткостных характеристик, которые дает именно правильно сбалансированная конструктивная характеристика самих бланков. То есть, попросту говоря, применяя меньше материала конструктивного состава самих колен, идет экономия на материале и времени изготовления каждой единицы удилища, но мы получаем удилище с абсолютно другими характеристиками, чем, например, вот эти, которые идут Apache Navigator в оригинале. Гуангуэевский Apache Navigator в оригинале также отличается тем, что имеющаяся пробка на рукоятке не снимается с торца удилища, а пробка плотно вделана в вот такую металлическую часть, и с этой металлической частью она откручивается, снимается. Для освобождения торца это нужно в каких случаях? При промывке, при просушке, при, может быть, какой-то небольшой поломке и при ревизии, например, сломали первое колено или вдруг сломали второе. Эти удилища ремонтопригодны, и в крайнем случае можно заниматься их ремонтом, используя это отверстие как технологическое для вынимания и монтажа новых колен на замену вышедших из строя. Вот такая здесь резьба, все с нержавейки, это резиновая деталь, в конце пробочка, грибок. Она вот так вот закручивается, и удилища закрыта от попадания песка, влаги, грязи и так далее. Эти удилища за несколько лет использования множественных головок обрели славу очень надежных, при этом довольно недорогих удилищ. При своей простоте они являются и универсальными, и очень применимыми в многих тактиках рыболовных направлений и разновидностей. Эти удилища применяются при... Очень часто эти удилища заменяют фидерные штекерные удилища, именно за счет своей компактности, небольшого веса, и при этом надежности и возможности заброса тяжелых грузов, кормушек и других оснасток. В этих удилищ есть очень большое преимущество перед штекерными тяжелыми громоздкими удилищами. Именно в их компактности и в том, что оно, это удилище свободно ложится поперек багажника легкового автомобиля, в отличие от очень большого разнообразия штекерных удилищ, которые в небольшие легковушки поперек машины или багажника просто физически не кладутся, не помещаются. И вынуждены рыболовы их перевозить на багажниках, на крыше автомобилей, либо же в салоне автомобиля, но вдоль автомобиля, что довольно часто бывает очень неудобно. Это из практики применения. Отзывы по этим удилищам только положительные. Среди множества знакомых рыболов и в пользовании своем, по опыту использования этих удилищ, можно заметить следующее. Сами они из строя не выходят, если это удилище при забросе, не бить, не об что, не бросать, не ронять, не подбирать ударом, не бросать воду, не вымазать в песке, или в крайнем случае, если оно вымазалось, засорилось, значит его промывать и просушивать. Удилища очень долго служат и при этом не теряют своего внешнего вида и своих характеристик. Очень хорошо себя зарекомендовали в качестве фидерных удилищ, в качестве любых донных удилищ для ловли, как хищной, так и фемирной рыбы. Успешно используются рыболовыми любителями в карповой ловле, при этом выдерживают довольно серьезные нагрузки. И есть масса примеров, и это в летний теплый период ловли карпа почти ежедневно подтверждается рассказами и фотографиями знакомых. Ребята ловят очень серьезных трофейных карпов, не являясь при этом карпятниками, спортсменами, а занимаясь любительской рыбалкой. И может быть в уловах и 5, и 10, и 13 килограммовые экземпляры, которые лично я видел, знаю, как это все происходило. И эти удилища с этим великолепно справлялись. Они для этого напрямую не предназначены. Это удилище универсальное, теоретически годится для всего. Так вот, для ловли наших распространенных нехищных рыб, таких как платва, лещ, гостера, карась, карп, а также донных оснасток на хищную рыбу, удилище зарекомендовало себя с самой лучшей стороны. Кроме этого, опыт использования их в ловле кефалий пеленгаса показал массу положительных сторон, которые их резко отличают в лучшую сторону от всех подобных им удилищ. Уже несколько лет эти удилища находятся в разрядах очень популярных, надежных. С производства их снимать, как я понимаю, никто не собирается, потому что, когда вышли эти удилища, многие рыболовы увидели, в них фактически идеал того, что они хотели бы от такого удилища. Очень многие их успешно применяют и используют. У меня в использовании у самого таких находятся два штуки, и в прошлые сезоны, используя именно легковой автомобиль, было очень удобно им пользоваться в плане перемещения. При этом кончика, вот этого кончика этих удилищ, сейчас мы попробуем это увидеть, вполне достаточно для регистрации поклевки и небольшого карасика, и платвички, любой рыбы, которая неактивно плюет, этого вполне достаточно. Кто вешает сюда сигнализаторы, бубенчики, колокольчики, кто смотрит за кончиком удилища визуально, тем не менее, это все очень хорошо показывает поклевку, при этом удилища, изгибаясь оптимально, кончик очень сильно, дальше меньше, и дальше идут жесткие части, которые почти не гнутся, образуя хорошую кривую, правильную, нужной формы, эти удилища очень помогают при вываживании рыбы. При забросе тяжелых оснасток у этих удилищ работает, по сути, даже не третья, а где-то четвертая часть длины удилища, все остальное при забросе является довольно-таки жесткой прямой, что дает точность, меткость и дальность заброса, практически никак не уступающую фидерным удилищам, которые используются для спортивной рыбалки на такие виды, как лещовая рыбалка и разные фидерные оснастки, при ловле не хищной рыбы. При случаях поимки действительно серьезных трофейных рыбин, нужно соблюдать элементарную разумность, не тащить рыбу удилищем через голову, не насиловать ее, потому что если стоит толстая леска, то удилище сломать это в принципе можно, но когда произойдет именно перегруз какой части удилища, рыбалов это может только интуитивно догадываться, поэтому, чтобы не было разочарований от поломок, лучше всего при вываживании рыбы сохранять угол между леской и удилища, чтобы этот угол был тупым. Если угол будет острым, то происходит следующее, удилище заводится за спину, рыболов не контролирует, как оно там выглядит, кончик изгибается очень сильно, удилище показывает вот такую форму, и соответственно может ломаться даже не кончик, а предпоследнее тонкое колено. Чтобы такого не было, лучше всего с удилищем и серьезным трофеем, немного отходя от берега, все-таки создавать тупой угол между удилищем и леской. Таким образом удилище будет изгибаться не очень сильно. Плюс очень большую роль будет играть правильно настроенный фрикцион катушки. Катушка-держатель имеет универсальное гнездо для крепления ножек, катушки сюда становятся практически любые, зажимается надежно, хорошо фиксируется, быстро, плавно и легко можно поставить любую катушку. Так же самое быстро ее можно снять и упаковать в чехол, либо в сумку. По этому удилищу еще будут видеокасты с его практическим применением. Сейчас же, в принципе, мы познакомились со всеми его особенностями. Благодарю за внимание. До новых встреч. Всем спасибо. До свидания.